Вот я вам сейчас расскажу об одном случае, чтобы стало понятно. Я это видел собственными глазами, то есть не понаслышке знаю. Мы были в медресе в Ноттингеме. Это во Флинтоне, в Нью-Йорке. В 90-е это было, в медресе. И я уверен, вот если Хазрат сидит здесь, много джинов он видел в медресе. И у других тоже, кто в этом медресе учился, есть истории о джинах. Но вот это я видел лично. Как было? Мы со студентами приехали в старое здание. Это была старая база ВВС Великобритании. И она была заброшенной на протяжении 20 лет. И вот мы приехали туда и воспользовались этой базой как медресе. Приехав туда, один из наших учителей, Мауляна Фадл Рахим, он еще жив. Он сказал нам, мы обжили одно крыло этого здания. Потихоньку начали обживать комнаты. Одного крыла. В этой базе было 120 комнат. Было три зала. Огромных. Восточное крыло, западное крыло, средняя платформа. Мы были в восточном крыле. Мы находились всего в нескольких комнатах. Буквально в семи или восьми. И Мауляна Фадл Рахим и другие учителя говорили, не ходите в западное крыло. Западное крыло здания. А в итоге что? А мы же молодые были. Дерзкие, смелые. Ну и мы такие, айдайте, пошлите в западное крыло сходим. И пошли в западное. При ярком дневном свете. В полдень. И я вам скажу, оказывается, призраки не только в полночь ходят. Мы шли, держась при этом за руки. Компания немаленькая такая была, человек семь-восемь примерно. И пока мы шли, мы слышали, как двери хлопают. Стук какой-то, створки открываются. И мы убежали. Пока бежали, Аллаха громко поминали. Свидетельство веры громко произносили. Ля-и-ля-и-ля-лах. И со всех ног оттуда. То есть место с высокой концентрацией призраков. Учителя же предупреждали, не ходите. И как получилось, один из нас, студент. Молоденький он тогда был. Имя говорить не буду, он, наверное, вырос уже. У него уж дети, наверное. Просто не хочу его позорить. Не хочу компрометировать. Так вот. Он сам был с запада. Так, лет сколько же ему было? Где-то около, ну, 13 лет. В районе этого. Из Бангладеша. Ни слова по-английски не знал. Какой уж там другие языки. Чисто бенгалец. Он был самым тихим ребенком. Представьте. Просто тихий. Ходил сам в себе и все. Коран старался выучить. И он успел выучить один джуз. Одну тридцатую часть Корана. И однажды, как получилось? Он вдруг забрел в другое крыло этой базы. Вернулся. Ну, никто этому значения не придал особо. Он вернулся и вечером, когда мы все вместе сидели и читали. Меня в это время не было рядом, но другие рассказывали. Но потом я пришел, чтобы это проверить. Так что это то, что я лично проверял. В общем, как было. Он пришел с Кораном к своему учителю. Вдумайтесь. Пацан, молоко на губах не обсохло. Который ничего толком не знает. Приходит с Кораном к своему учителю. Кладет перед ним Коран и говорит. Проверьте меня. Причем не по-английски, а по-арабски. Паренек, арабский вдруг выучил. Говорит, проверьте меня. Учитель на него смотрит и думает, че смеяться-то? В те времена легко можно было и плюху словить, знаете. За такие приколы можно было неплохо так и грести. Ну, а паренек этот настаивает. Проверьте меня. Проверьте. Как хотите. Учитель говорит, ладно. Закрываем Коран, говорит, давай пятнадцатый джуз. Учитель смотрит. Типа, как такое может быть вообще? Начинает. Другие места проверять. Еще одно место, еще одно. А этот мальчик, оказывается, знает Коран. Да еще и чуть ли не лучше учителя по-арабски разговаривает. То есть этот мальчик вдруг отменным арабским овладел. И когда мы это услышали, мы приходили, я конкретно приходил к нему, встречался с ним, он по-арабски начал разговаривать. Странно. Ну и потом мы такие, ну ладно, че всякое бывает, божье чудо. Как бы не так. И этот мальчик вел себя очень странно. Он пошел, взял машинку для стрижки и побрил пол головы. А вторую половину оставил. И в таком виде ходил по коридору с длинными волосами с одной стороны и с полностью бритой другой стороной. Ребята в шоке. Джин, джин, джин. И вот, учитель его поймал и сказал ему, что надо ему побрить вторую сторону тоже. И побрил вторую сторону. А мальчик? И дальше странно себя ведет. Всякое делает. Нетипичное. Пошел ложиться в кровать. Ладно, пошел в кровать. И часа в два ночи. Все ребята, а там было шесть комнат. И в каждой комнате три двухъярусные кровати. По одному на каждом ярусе. И в два часа пятеро из них вылетают в коридор из комнаты, несутся, сломя голову по коридору, и барабанят в дверь директора. Джин, джин, джин. Директор просыпается, что такое? Джин, джин, джин. Директор подходит, а там спит всего один. Тот самый мальчик. Который обрился. И который вдруг резко арабский выучил. Ему говорят, что такое? Ничего. И ребята вернулись. Все обратно в кровати вернулись. И тут, через короткое время, опять мальчик ходит. Ребята опять бегом по коридору, джин, джин. Да что такое происходит? И братья рассказывают, когда по кроватям расходимся, скажем, этого мальчика звали Эмран. Это, конечно, не настоящее его имя. Пускай будет Эмран. И братья говорят, мы слышали, как по стене он скреб ногтями. Или что-то типа того. Эмра. Ну и братья, конечно, пулей вылетают из своих кроватей. И к директору. А тому не нравится. Он их по кроватям отправил, а они вернулись. Наступает утро. И главный учитель, Мауляна Фаду Рахим, позвал его к себе. Я там был. Завтрак готовил. Вот что очень популярное в изгнании джинов. Ты что-то читаешь. И когда читаешь, читаешь какие-то аяты из Корана. И на джина это действует, потому что он не может выносить, когда Коран читают, и уходит. Их это вытесняет. А здесь этот джинн был верующим джинном. И этот джинн знал Коран наизусть. И знал арабский. И когда учитель читал что-то, чтобы изгнать, в ответ на это джинн в мальчике читал другие аяты, которые отражают действия этих аятов. То есть отражал воздействие. Это был далеко не обычный джинн. Я сидел там и видел все это. И шейх читал, а джинн обезвреживал действия того, что он читал. Например, шейх читал аят. Поистине, те, которые испытывали верующих мужчин и верующих женщин, а потом не раскаялись, их ждет наказание в аду. А джинн в ответ читал другое. Отражал то, что читал шейх. И через какое-то время, когда студенты покинули комнату, я спросил шейха, и шейх подтвердил, что тот делал. И тогда шейх сказал, единственный способ избавиться от влияния этого джинна, это вернуть этого мальчика обратно в родной город и оставить там на месяц. Он сказал, это надо сделать, потому что... И знаете, ребят, я вам это говорю, да, вы можете не поверить в это, пока не столкнетесь. Есть вещи, в которые не веришь, пока не столкнешься. Так что, если не верите в то, что я говорю, я призываю Аллаха в свидетели. Я вам просто рассказываю то, что я видел. Возможно, вам самим нужно что-то такое увидеть, чтобы поверить в это. Так вот, этот шейх, о котором я рассказываю, мог видеть некоторых джиннов. И он видел целую группу джинов, целую семью. Они прибыли сюда, оказывается, и остались в этом западном крыле на месяц. И он это выяснил, что они всего на один месяц. Если мальчика отправить в родной город, тогда, шейх сказал, внутри мальчика молодой джин, знающий Коран наизусть. Если он останется в своем родном городе, этот вот мальчик, то джин автоматически выйдет из него. Семья же его в западном крыле только на месяц. И вот, мы повезли его домой. И в процессе, о боже, я сидел рядом с ним, со стороны его левой руки, в машине, а он посередине был. Он хотел на полном ходу дверь открыть на скорости километров 110 в час. Пытался заднюю дверь открыть. Учитель остановил его, хорошенько прикрикнул на него. И тот успокоился, пока не доехали до места и оставили там. Через месяц мальчик вернулся и был все тем же тихоней, с опущенным взглядом, ни слова по-английски и по-арабски, и знал всего один джуз Корана. Почему так получилось? Возможно, из-за того, что с какими-то долгами это было связано. Он чем-то внимание джина привлек. В итоге вселился. Мальчик, походу, слабый был. И он смог вселиться в него. И таких случаев много.